В ФУ за прошедшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Результаты второго общереспубликанского субботника перевыполнены по всем направлениям. Стражи порядка обеспечили безопасность граждан ДНР во время празднования Вербного Воскресения. Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 35 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в ССКК. Под огнем украинских силовиков оказались район столичного аэропорта, поселок Александровка, село Веселое, расположенный на окраинах Донецка, село Минеральное в предместе Макеевки, а также село Заиченко на юге республики. При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БТР, БМП, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. В субботу 20 апреля в населенных пунктах ДНР состоялся второй в этом году общереспубликанский субботник. О его итогах рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец. Во втором общереспубликанском субботнике приняли участие почти 81,5 тысячи человек. В их числе работники предприятий, организации республики, а также все желающие. Показатели по всем направлениям выполнены на 100% и выше. От мусора расчищено порядка 5,5 миллионов квадратных метров улиц, тротуаров и придомовых территорий, более 1 миллиона квадратных метров парков и скверов и почти 34 километра берегов и пляжей водных объектов. Высажено порядка 6 тысяч деревьев и кустарников, свыше 19 тысяч цветов и засеяно 6,7 тысяч квадратных метров газонов. Отремонтировано 105 детских и 31 спортивная площадка, а также 102 остановки общественного транспорта. Приведено в надлежащее состояние 127 братских могил, 54 памятника, 86 кладбищ, отметил Сергей Наумец. Также в этой связи министр поблагодарил всех участников субботника за плодотворную работу. 21 апреля на территории 34 населенных пунктов Донецкой Народной Республики прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию Вирбного Воскресения. В торжествах, прошедших на территории 144 храмов, приняли участие более 70 тысяч граждан и гостей государства. На охрану общественного порядка было задействовано около 500 сотрудников органов внутренних дел, в том числе более 50 инспекторов ГАИ. Правоохранители в полной мере справились с поставленными задачами и не допустили грубых нарушений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.